Меня зовут Инна Эрапетян, я правозащитница из Чечни. Наверное, самые положительные изменения связаны как раз таки с периодом после принятия резолюции 1325. Мы стали распространять больше информации для женщин, повышать их осведомленность о их правах, о гендерном равенстве. Больше женщин стало вовлекаться в наши проекты и программы. Мы стали собирать данные, которые свидетельствовали о воздействии конфликта на женщин. Это помогло нам запустить действующие программы. Мы стали находить точки входа для того, чтобы участвовать в миротворческих процессах, для того, чтобы создавать программы и проекты, через которые женщины восстанавливали бы свое уважение, восстанавливали свое достоинство. Проекты, которые помогали женщинам почувствовать себя сильными, свободными, почувствовать мужество, почувствовать мужество, чтобы противодействовать насилию. Да, это моменты, когда приходится идти на компромисс. Ради того, чтобы сохранить жизнь человека, мы идем на компромисс, мы уступаем. Но это неравнозначные вещи на весах жизни человека. Бывает не очень приятно, но когда ты думаешь о том, что жизнь спасена, это того стоит. Да, это женщины-мьянмы. Я не перестаю восхищаться их мужеством. Мне нравится следить за ними, за тем, как эти женщины вовлекаются в процессы общественные, как они преодолевают все барьеры, чтобы их голос был услышан. Если бы у меня была бы возможность, я бы хотя бы, чтобы стать с ними на один час рядом и проявить солидарность, поехала бы туда. Мне очень нравятся их женщины-инсайдеры, которые участвуют в миротворческих процессах и представлены во властных структурах. Я их поддерживаю и всей душой, и сердцем с ними. Наверное, было много препятствий, но самое большое препятствие – это безопасность родных и близких. Когда встает вопрос о том, что они переживают и бывали угрозы не только в мой адрес, но и в адрес моих близких и родных. И в такие моменты это действительно одно из самых серьезных препятствий. Но я рада, что моя семья, мои близкие и родные люди, они меня поддерживают. И их любовь и поддержка дают мне силы двигаться, делать то, что я делаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова